Недавно в Тирасполе завершилась еще одна большая стройка на улице Карла Либнихта. Это был очередной уже пятый год, когда ремонт дорог в городе профинансировала компания «Шериф». В 2018-м, когда «Шериф» дал первый миллион долларов на дороге, в Тирасполе сделали самый масштабный ремонт за последние 30 лет. А потом мы к этому привыкли. Как что-то обыденное мы воспринимаем спорткомплекс «Шериф». Привыкли к новому корпусу влечь в городке, и Екатерининский парк уже будто всегда был в центре Тирасполя. Денис Мартыненко заглянул в недавнюю историю и увидел, что изменилось в стране благодаря «Шерифу». Дорогу сделали. Большое событие. А сколько ходовых здесь было убито. Чиновников обругано, копчиков отбито. У Тирасполя остались фантомные ямы, когда асфальт уже ровный, но по привычке все равно едешь другим путем. А теперь мы привыкаем, что дороги хорошие, а уж если ремонтируют, то много и сразу, потому что строят и контролируют компания «Шериф». Посмотрите, сколько за последние несколько лет в городе появилось новых дорог, сколько новых строек, фонтанов и парков. И вот тут возникает своевременный и логичный вопрос. Зачем вообще все это в частной фирме? Все началось почти 30 лет назад. Спасибо картам Гугла. Здесь видно, как мир изменился с 1984-го. Тирасполь расширяется на запад, и вот старый яблоневый сад стал спорткомплексом с футбольными полями. Поле за совхозом застроили ангарами, где теперь разводят осетров. Это акватир. Начало. Овцеферма в селе Мочаровка. Пивзавод за Тиротексом. А здесь серое и как будто заброшенное поле за годы становится ровными рядами виноградников. Это квинт до и после того, как в его развитие миллионы долларов инвестировала компания «Шериф». Сейчас и то, и другое – это бренд. Обычная гугл-карта Тирасполя так давно не обновлялась, что здесь до сих пор не достроен дом в центре Тирасполя, а на месте Екатерининского парка все еще пустырь. Когда это вообще было? Как будто в прошлой жизни. Недавно почти сенсационное признание сделал терраспольский мэр Олег Довгопол. Екатерининский парк тоже был построен при помощи фирмы «Шериф». Почистили озеро возле епархии, приобрели оборудование для фонтанного комплекса. Можно по-разному относиться к этой фирме, можно по-разному относиться к тем людям, которые трудятся в этой фирме, но это люди-созидатели. И я за то, чтобы созидателей в городе Тирасполя было как можно больше. Вы заметили, когда Приднестровье стало меняться внешне, изменились люди. Сначала горшки с цветами, выставленные на центральных улицах для красоты, то и дело пытались утащить к себе домой. А теперь, когда вы в последний раз видели разбитый уличный фонарь или поломанную скамейку? Так что такое «Шериф»? Супермаркеты? Заправки? Футбольный клуб? Это целое явление, когда сначала говорят, ну, конечно, накупили африканцев, а потом радуются, что наши нигерийцы играли как в последний раз в матче против Аммонии. У «Шерифа» это место встречи, а еще обязательное условие при выборе жилья. В Москве станции метро, у нас супермаркеты «Шериф». Там важно, чтобы до станции подземки было близко. У нас чем ближе к магазину, тем дороже квартира. Ну а что? Это удобно, потому что если открывается супермаркет «Шериф», это новый центр притяжения. Вокруг открываются парикмахерские, кафе, магазины, потому что в этом месте всегда теперь будет много людей. Уже много лет «Шериф» это не обычный бизнес, а социальный проект. Государство в государстве, где есть своя промышленность, поля, торговля, жилой фонд, спорт, образование, свое население. Вместе с этим у «Шерифа» есть социальные обязательства, которыми он сам себя обязал. Незадолго до 1 сентября «Шериф» раздал по 100 долларов первоклассникам на форумы и концтовары. Перед 9 мая по 1000 долларов подарил всем ветеранам. Перед Пасхой помог всем пенсионерам. Так случается много лет, дважды в год. Это невероятные деньги, которые частная фирма тратит на то, чтобы просто помогать людям. Об этом уже миллион раз говорили и писали. «Шериф полностью содержит детский дом в Тирасполе. Разве обычно бизнес так делает?» А еще бесплатно учат детей футболу. Если страна попадает в тяжелое положение, чиновники просят помощи у «Шерифа». А «Шериф» помогает. Чаще всего безвозмездно, то есть даром. Так было еще, когда нужно было вернуть отобранные у пенсионеров 30% пенсии. «Шериф» на свои деньги закупал вакцины от коронавируса, оборудование для лабораторий и построил новый корпус больницы, который первое время служил ковидарием. Вот ММЗ оказался на грани закрытия. Кто дал деньги обворованному заводу и спас его от банкротства? «Шериф» восстанавливает мелиорацию тоже, отвечает за продовольственную безопасность, чтобы всегда было зерно, тоже «Шериф». Республика «Шериф». Обычно так говорят, чтобы высмеять или обидеть. Мало того, что страна непризнанная, тебя как бы нет, так еще и на всех граждан навесили ярлыки. Продался, сами знаете, какой фирме. Я предлагаю гордиться не потому, что побеждают на Кипре, и не только, когда везешь в подарок за границу коньяк «Квинт», потому что он наш, терраспольский, а там такого нет, и белье «Тиротекс», потому что самое мягкое, а потому что строят дороги, а могли бы не строить. Раздают деньги пенсионерам, ветеранам и первоклассникам, а могли бы не раздавать. Содержат детский дом, а могли и этого не делать. Зачем вообще все это частной компании? Вот в чем вопрос. Денис Мартыненко, Дмитрий Рядькович, Отражение.